всем привет хорошего хорошего дня я рада быть в нашем прямом эфире новой красивый привет и сегодня мы с вами посвятим нашу онлайн встречу очень очень важной теме которую может быть у нас не всегда получается следовать этому правилу но чем больше мы будем об этом говорить чем больше мы будем слушать до учить об этом тем нас легче и легче будет это получаться а именно для шонара для шонара мне кажется пропитана вся жизнь человека да потому что так или иначе мы с мы живем в обществе мы связаны друг с другом когда что-то происходит нам это интересно понятно когда что-то происходит у нас это интересно другим да и сегодня в общем мы погружаемся с вами в очень интересную не менее важную тему ля шонара я бы думала наверное ля шонара это единственная вещь которую ну нереально избежать это только если ты будешь сидеть молчать это даже если человек будет сидеть и молчать и только слушать ля шонара то это все равно он нарушает закон злословия даже если человек просто слышит более того когда двое разговаривают о ком-то да говорят ля шонара то здесь виноваты трое кто тот кто говорит тот кто слушает этот о ком говорят потому что он дал повод чтобы о нем говорили да настолько это вау так вот всем шалом зоя шалом вера шалом олег шалом всем привет заира шалом всем привет 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 очень рада быть в эфире здорово что мы все нашли время поучиться так вот ля шонара ну надо же нам реально постичь немножко вот немножко проникнуться в эту тему потому что ну хотя бы будем говорить больше да хотя бы так мы уже будем немножко задумываться что мы говорим кому мы говорим как мы говорим да и так злословие ля шонара что это это сплетни злоязычие клевета еще никому ля шонара не приносила пользы или радости всем всем привет лана сергей марьяна всем всем привет валентина шалом всем привет добро пожаловать на эфир очень-очень рада так вот ля шонара как реально ли этого избежать и что это вообще такое и так ля шонара это сплетни злоязычие и клевета кажется что сплетни клевета и злоязычие это все как бы одна вещь но на самом деле это все отличается эстер шалом это все отличается почему потому что сплетня это когда человек дал там маленький повод и значит из этого раздули да я слышал и пустили значит слух такой да и она нарастает 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 злоязычие это когда уже намеренно человек скажем так поливает грязью или же очерняет другого да именно умышленно как это понять например или даже не умышленно злоязычие может быть даже не умышленно например дети в школе там футбольной команде да и они хотят взять к себе игрока там петю и подходит значит один мальчик и говорит а вы знаете что петя он вообще играть не умеет он в ворота не попадает он сказал правдивую вещь например и он добавляет а еще вообще двоечник и вообще с ним никто не дружит и вообще он и вообще он там его все боятся да то есть если бы этот мальчик сказал бы про петю что петя только не умеет играть в футбол поэтому его не стоит брать в команду то это не было бы лица это не было бы злоязычием почему потому что он пытается спасти свою команду да он хочет добра и он говорит правдивый факт до который может помочь избежать этой команде потом проиграть но именно из-за того что он добавил сюда еще вот этот факт а еще он вообще двоечник и с ним никто не дружит и еще вот это и вот это вот из-за того что он еще накатал кучу не лишних да не нужных никому фактов которые вообще не касается того что его спрашивали именно из-за этого он уже сделал злословие теперь а что тебе так что нам нельзя не обсуждать человека да не в его присутствии не без него нам нельзя говорить о нем нельзя говорить что у него случилось тратата но например к нам обратился обратилась шатханит сваха которая для невесты ищет очень хорошего жениха и она потому-ка поскольку вы знаете очень хорошо жениха она к вам обратилась с просьбой помочь до сказать какой это жених как он относится там ну если у него какие-то проблемы и теперь вы знаете что это у этого жениха не знаю криминальное прошлое или же вы знаете что этот что этот жених у него есть очень много там каких-то недостатков до проблем со здоровьем и вы это знаете теперь имеете ли вы право сказать шатхану свахи о том что у него есть такие проблемы со здоровьем и тора нам говорит что да имейте право потому что вы как будто бы спасаете спасение жизни намного важнее чем чем как бы злословие да вы как будто вы просто помогаете человеку избежать убытков да и это может быть в бизнесе когда к вам кто-то обращается и говорит скажи пожалуйста это надежный компаньон этот человек на него можно положиться да когда к вам обращается человек то вы можете сказать всю правду и это не будет злословием потому что это идет как бы спасение жизни спасение бизнеса да именно поэтому это да можно и нужно говорить теперь клевета клевета еще никому ничего хорошего не приносила почему давайте мы обратимся к нашей истории например в средние века в европе в европе когда была эпидемия чумы кто-то просто кому-то было скучно кто-то пустил слух до оклеветал евреев что евреи они отравляют колодцы специально чумой чтобы все заражались и только подумайте сколько судеб тогда было уничтожено сколько людей было уничтожено просто из-за того что кому-то было скучно и кто-то пустил эту клевету даже даже задумываться не хочется на самом деле сколько людей только пострадал из-за этой клеветы а сколько такого вообще да когда говорят евреи пью не дай бог да евреи там пьют кровь чью-то евреи там у них всемирный заговор евреи тот это же клевета чистой воды клевета да но кто-то же это делает умышленно неумышленно может просто вот так слух пустил да кому-то скучно но на самом деле как это может отравить жизнь до лишить жизни очень очень многих евреев теперь мы все с детства помним что слово она не птица да но вылетит все не поймаешь и слова иногда намного тяжелее чем удар рукой физически до слова можно уничтожить слово можно возвеличить поднять в наших словах вообще есть столько преимуществ и поэтому мы должны задуматься а я хочу сейчас мою силу слов я хочу сейчас свою силу слов использовать на то чтобы создать поддержать этого человека на то чтобы сделать добро вокруг себя чтобы своими словами сотворить хорошего ангела или хочу уничтожить или я хочу еще больше зла в этот мир принести своими словами для чего я сейчас это делаю для чего мне всевышний ашем дал возможность говорить для чего мне всевышний да дал возможность здесь быть да то есть мы должны подумать что я сейчас тем что я скажу кому от этого легче мне станет легче что я кому-то про кого-то скажу плохо кому станет от этого легче да или же знаете когда их называют по моему хейтеры в интернете сидят умные люди они все все знают они знают какой ты плохой человек они знают все плохие слова они сидят свою энергию тратят на вот это зло да вот и напитываются этим они потом живут в них это потом сидит понимаете когда человек он понимает что я могу делать добро я в этом мире чтобы делать добро это добро не важно поступки действия мысли да даже слова мы можем своих близких до поддерживать возвеличивать говорить комплименты да вот вот это то почему зачем мы должны друг другу а мы вместо этого тратим наш наверно словарный запас до тратим нашу энергию наши силы на что-то нехорошее да поэтому здесь надо задуматься я все-таки хочу больше добра приносить в этот мир или же нет и напоследок хотела бы рассказать небольшую историю как один еврей на одного раввина он разносил клевету в общем разносил нехорошие неправдивые вещи про этого раввина по всем вот и пришло время когда он раскаялся он понял что он делал неправильно что он не хотел так делать да и он и он решил значит раскаяться он пришел крови ну ему было очень трудно до переступить на это через себя прийти крови ну признаться что он это делал да и значит он все равно пришел конечно же ну начал он пришел начал просить прощение говорит как я могу попросить у тебя прощения как я могу возместить тебе вот эту клевету что я разносил и тогда раввин ему сказал возьми три подушки пуховые забитые перья порви их или значит вы труси на ветру посреди поля он такой ну ну хорошо если это позволит мне попросить ну заслужить вашего прощения то конечно я это сделал он взял три подушки вышел в поле порвал все как надо раструсил довольный такой да я заслужил прощение у раввина возвращается я все сделал как вы сказали и раввин ему говорит а теперь пойди и собери каждое перышко из этой подушки тут такой как это нереально сделать он говорит вот и словами то что ты когда-то да сказал ты тоже уже их не можешь вернуть как и перья которые все они улетели ты уже ничего не поймаешь ничего не найдешь то что те слова что мы уже сказали их уже сто пятьсот человек уже поймали уже там все пошло поехали это цепь она она бесконечная да поэтому нам нужно стараться как бы говорить хорошие правдивые вещи и вот зоя иванченко написала на на правду тоже плохо реагируют ну на самом деле мы прошлый кстати наш эфир был посвящен критике да смотря как мы эту правду говорим да и с какой целью мы говорим эту правду то есть нужно сейчас сказать эту правду про этого человека если это ради спасения жизни ради спасения бизнеса токио я скажу да и не для того чтобы обидеть человека да здесь главное посыл мне кажется что даже если мы говорим какую-то плохую вещь но с хорошим до смыслом пытаясь приукрасить то это да но теперь если же мы хотим кому-то сказать правдивую вещь не очень приятную то все равно нужно найти найти способ да как это донести до человека так чтобы его не обидеть и подумать а это правда она ему поможет ну и что с того что он будет знать что там что он неряха это ему поможет что с того что что он неряха да нужно сказать так классно когда у тебя порядок в комнате давай мы там попробуем куда-то сделать этот порядок и посмотри как тебе хорошо вау и хвали дам ну в общем я не сильно психолог великий да но тот принцип по которому я живу он мне помогает вот поступать именно так находить что-то хорошее не зацикливаться на плохом не всегда хорошо когда мы к человеку говорим правдивые каза но это же правда а кому легче от этой правды да вот этому человеку которому вы скажете вы его затронете ему будет легче да нужно уметь как это сказать понимать зачем я это говорю да и понимать что человек когда он слышит хороший он готов меняться когда нам говорят то ты вообще глупый да ты неряха да ты такой секой мы тоже не сильно хотим меняться да когда нам говорят вот и такая классная ты там да нужно выбрать хоть что-то хоть маленькая хоть что-то да есть за шо похвалить да и не зацикливаться на чем-то плохом а как же прощение если по поводу этой истории то я лично думаю что это просто раввин ему показал что на самом деле его нужно ничего не вернуть но я уверена что раввин его простил потому что это раввин это мудрый человек да это просто он показал ему пример того что от его поступков от его слов уже ничего нельзя да изменить ну то есть я уверена что раввин мудрый человек и он его простил значит надо держать язык за зубами это тоже но тоже надо учиться говорить да но и говорить так чтобы не пришлось держать язык за зубами вот так и пусть у нас у всех всевышний нам посылает мудрые речи в уста наши пусть вышли нам все посылают силы не говорить для шонара хотя это нереально да я по себе сужу но нам нужно стараться нам нужно стараться быть лучше и даже если это кажется чем-то нереальным чем больше мы будем об этом вспоминать говорить говорить тем ну хотя бы она уже будет мозгу и мы лишний раз задумываться нужно это кстати лешонара он может быть не только в речи он может быть в переписках в письмах да и это тоже мы должны следить за собой и еще раз я повторюсь лучше излучать добро лучше окружать себя хорошими ангелами чем зацикливаться на зле да и быть человеком о котором говорят с ним неприятно общаться да то есть вот такого и пусть у нас у всех все будет получаться всем спасибо большое и хорошего хорошего вечера спасибо шава то в олег надежда шава то в алена конза зоя алена марьяна анюта мирям всем спасибо хорошей недели